x5 диалог 20 23 продолжает свою работу и сейчас поговорим о том как развивается торговая сеть перекресток а дмитрий добрый день добрый день какие изменения произошли в категории на менеджмент торговой сети импортозамещение еще является актуальной задачей или в целом уже ну просто рутинная работа ну давайте по порядку да наверное первый вопрос какие изменения в категории на менеджменте то что быстро отрефлексирую да потому что очень картинка быстро меняется и наверное через полгода будут уже какие-то новые проекты инициативы сейчас просто такая скорость подстройки до под новую реальность и и прочие обстоятельства наверное первое что я вижу что мы в перекрестке я думаю что для рынка в целом наверное тренд что мы идем теперь не от предложения а сначала от потребности да и потом эту потребность пытаемся закрыть наиболее лучшим товаром то есть развернулась целеполагание с моей точки зрения опять же из-за десятков факторов на мой взгляд и конкуренции за полку но а в основном это из-за из-за гораздо более четкого что четкой необходимости понимания ритейлером свои ниши стратегии все наверно устали толкаться на каких-то одних и тех же территориях поэтому есть стратегия то что раз по называется у нас кто-то называет cvp если там чуть попроще сказать то это клиентский как мы создаем клиентскую ценность от нее уже отходит но важнейшая часть это ассортимент для кого что какие потребности хочешь закрывать и потом уже идет наполнение соответственно ассортиментом и значит работа категория но менеджер что еще бы я отметил я бы отметил что такое слово назвал как скаутинг если раньше это в большей степени работа на вход то есть категория менеджер сидит и ожидает огромного количества предложений условно говоря у нас товар у вас купец да в таком режиме то сейчас это скаутинг это проактивный поиск под собственной задачи иногда мы это называем активно вращать перископом вокруг а что еще есть в том числе с точки зрения не только самого товара а его физических потребительских свойств техническое задание упаковка отсутствие или присутствие каких-то важных ингредиентов тогда что еще бы я отметил что ну резюмируя здесь что скорее тренд такой что мы формируем ассортимент потребность а не подстраиваемся по то что есть на рынке и не буду шапка загидать и говорить что вот все поменялось парадигма я просто вижу что это происходит это и только нарастает вот и последнее на в этом вопросе что хотел подсветить это то что категория менеджмент по крайней мере в перекрестке мы говорим о том чтобы он думал о клиентском пути иногда мы еще называем это как seo своей категории то есть не только и не столько закупка категорийный менеджмент там часть мерчендайзинга да какая-то и какое-то продвижение а в целом как живет товар для какого клиента он живет как он как им оперирует на распределительном центре насколько удобно операциям магазине выкладывать его ну вот вот наверное вот и вот вот это я бы здесь назвал что касается импортозамещение я думаю что да какой-то этап завершён можно констатировать там этап стабилизации под текущие сложившиеся новые логистические цепочки связанные с дружественными странами стабилизации того кто ушел не ушел и так далее но эта работа точно не остановлю для нас перекрестке этот том числе критически важно у нас большая доля ассортимента назовем его гастрономичного да это могут быть и вина и так далее и мы понимаем что а часть это этой продукции ну она естественно импортируемая и конечно мы в разработке плана b плана c чтобы он у нас был и мы к нему потихонечку переходили в случае если какие-то еще логистические значит маршруты будут будут нарушены это с одной точки зрения другой точки зрения у нас стратегическая задача растить долю отечества в нашем ассортименте я бы сейчас грубо это не официальная статистика это примерная оценка оценил что доля товарообороте отечественных производителей перекрестки стоит 80 процентов и 20 процентов это соответственно импорт у нас есть здесь две задачи первая это максимизация во-первых импортозамещение чтобы 80 процентов без потери нашего позиционирования превратилась со временем 85 и так далее а вот в оставшиеся импортные части максимизировать долю именно собственного импорта через нашу внутреннюю компанию рвей поэтому вот ну в целом наверное такой взгляд я бы хотела вернусь тезису про скаутинг правильно ли я понимаю что когда там за сео категории или там его помощники начинают подбирать товар то в первую очередь все равно выбираются те товары которые уже есть среди партнерских там обычно они уже присутствуют как вы портале поставщиков то есть условно вероятность того что товар пойдет на полку выше если уже они прошли все бюрократические процедуры которые должны быть сделаны для поставщиков ну наверное да потому что это чисто технический фактор у тебя есть уже договор у тебя есть история продаж если это в наших нескольких сетях ты можешь сравнить как там перформанс да или как подобрать другой какой-то термин к этому слову performance этого ассортимента да конечно это технически легче но одновременно есть всегда вторая сторона медали мы понимаем что ну по крайней мере в ассортименте перекрестка ну надо сказать что присутствует конечно дубли дубли потребности вернее потребность одна но дубль в ассортименте разных товар и конечно это повод к тому чтобы работать с эффективностью и оставлять только тот товар который по комплексу показателей для нас лучше там валовый доход с квадратного метра полки клиентская оценка соответствии стратегии качество ну вот и так далее а но все таки как меняется сейчас ассортиментная матрица перекрестки какие дальнейшие планы по ее совершенствование ну здесь несколько есть наверное вещей первое чтобы я отметил это какой-то странно не звучало это более унифицированный ассортимент между разными магазинами более однородной одна из проблем которые мы сами себе сформулировали и мы считаем этой проблемы это довольно разный клиентский опыт в наших магазинах которые зачастую даже могут быть в одну внутри одной географии и это во многом конечно это зависит от ремонта от персонала магазина но это ассортимента в том числе поэтому чтобы более эффективно управлять наши очень широкой ассортиментной матрицы да у нас там больше 13000 sky в среду медианное значение 13000 sky если взять разные наши наши магазины есть и большие магазины безусловно там больше матриц мы идем к более однородному более унифицированному нескольким форматом нашего нашего ассортимента это первое второе это наша стратегическая задача о которой я говорил как раз на конференции что перекрестку необходимо дифференцироваться по ассортименту уходить от прямой конкуренции по цене с большими с большими мейджерами назовем это так да которые просто в силу своего формата занимает большую долю для этого нужно наращивать долю уникального ассортимента уникальный ассортимент не означает неэффективный или там дорогой или какой-то не пойми какой или еще что надо уникальный ассортимент это стм но не весь недостаточно просто сменить картинку на обложке да это постоянная работа над уникальными потребительскими свойствами от стройка от там от промо зависимости от от того что ты можешь найти в других сетях как клиент выходя из дома или заказывая заказываем онлайне не называя каких конкурентов мы понимаем что такие примеры на рынке есть они успешные мы на этих конкурентов смотрим уважаем вот какие-то практики принимаем какие-то практики мы адаптируем под себя поэтому вот наверное туда тоже мы будем идти и третье то что я бы назвал это эффективность все-таки это не значит выжимание максимального дохода с квадратным методом чтобы сейчас заработать и все нет скорее это связано с тем что мы понимаем что мы в долгу ограничены трудовыми ресурсами то количество сотрудников которым мы привыкли мы могли нанять с рынка достаточно просто людей на работу в наших распределительных центрах магазины так далее мы по-прежнему их нанимаем но мы должны перестраивать свои процессы в том числе ассортимент который влечет за собой огромное количество операций магазине или там на том же распределительном центре или в транспортной логистике или еще где-то да поэтому вот трансформация ассортимента в сторону эффективности исходя из этого из этой точки зрения но не в ущерб своей собственной стратегии быть уникальным уникальным магазином с доступными с доступными по цене товарами свежих категорий назовем это так сейчас поговорим еще немножко про стн совсем недавно я как покупатель и как потребитель начала видеть рекламу зеленой линии так понимаю более активно уже стали заниматься развитием этим этого направления какие произошли изменения в работе состоянием всегда традиционно много и занимались и как планируете развивать это направление в рамках и рекрестка на пассивный вопрос но и стм не остановить мы про это говорим годами и наши прогнозы плюс-минус сбывается то есть тренд он понятно доля растет доходность растет узнаваемости стоимов растет успеть есть разные примеры и они все плюс-минус успешны у нас есть и чичик до который создает бренды отдельные да не ассоциирующиеся с сетью отдельно живущий на рынке собственно говоря то что вот произошло в этом году в перекрестке это скорее переход как раз к рабу это наши попытки конечно у нас нет еще такой на мощный fmcg экспертизы которые есть у производителей каких-то монопродуктов да где они вертикально хорошо понимают экономику маркетинг и так далее но мы стараемся мы туда пойдем и рано или поздно мы придем к высокому профессиональному уровню с точки зрения fmcg компетенции продвижения своих собственных марок как брендов то есть резюмируя я тут нет устоявшихся терминов да но если взять портфель марок сколько сколько торговых марок в перекрестке торговых марок на самом деле очень много зарегистрированных на перекрестка которую можете увидеть на на полке фокусных торговых марок которые узнаваемы клиентом и они консистентны с точки зрения качества в разных категориях их не так много 556 до одна из них как раз зеленая линия которой мы очень гордимся где у нас есть как консистентности до некая последовательность в разных категориях создания клиентской ценности натуральные продукты короткий состав отсутствие вредных ингредиентов правильная упаковка и так далее и как раз я перехожу к тому тезису что кажется что внутри нашего портфеля марок начинают появляться бренды вот разница между ними наверное в том что марка скорее просто есть а бренд это то что создает тягу в магазин зачем я специально пойду в перекресток эту гипотезу мы как раз и развиваем тестируем с тем что вы заметили с внешней коммуникации на билбордах и так далее мы будем в это дальше идти мы видим отличный результат в частности по зеленой линии а зеленая тоже там несколько процентов нашего товарооборота несмотря на то что она присутствует в отдельных только категориях поэтому да вот в целом мы пойдем туда как сменился пул поставщиков перекрестка за последний год и можете ли выделить какие-либо новации в работе с поставщиками именно в торговой сети перекресток ну с точки зрения новации мы слышим обратную связь мы понимаем что мы не идеальны мы не лучший наверное клиентский опыт для поставщика как организация силу тоже есть какая-то забюрократизированность долгие процессы сложность ввода прописывания каких-то параметров логистических и прочим это знаем мы последовательно улучшаемся то есть для тех точков у которых уже заключен с нами договор мы в перекрестке довели средние сроки заведения в ассортимент новых позиций до 12 рабочих дней и планируем дальше сколько мы начинали я помню я начинали мы по моему с 38 еще такое даже было больше 45 вот почему потому что мы внутри себя создали такой сервисный центр который занимается вот такого рода рутинными процессами не отвлекая категорийного менеджера который занимается именно менеджментом до своей полке по сути аналитическим маркетингом что должно стоять на полке вот сервисный центр позволил разгрести процессы посмотреть какие эффективные какие нет и взять на себя повторяющиеся рутинные функции мы дальше будем туда идти это наверное с точки зрения там того как мы улучшились а с точки зрения каких-то инноваций что инновации я бы сказал каких-то трендов до которые появились в работе с поставщиками это мелкие фермерские поставщики для перекрестка это особенно важно они у нас появились локальные фермеры нам это очень важно с точки зрения позиционирования локальный ассортимент фермерский ассортимент небольших производителей они не умеют работать с такими большими ребятами как большие ритейлеры и и и и хорошо вот мы должны у себя создать такую компетенцию такой зеленый коридор но без нарушения качества безусловно на полке чтобы обеспечить их попадание на полку в этом я вижу задачу перекрестка потому что это наш уникальный ассортимент то что не будут делать наши прямые прямые конкуренты вот и наверное я бы еще отметил конкретную работу под 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 техническое задание сети вот это тоже то что поменялось за последние на несколько месяцев ну и финале каковы ваши планы на что ориентироваться поставщикам обозначить и план коммерческого директора сети перекресток сложный вопрос мои личные планы мои мои рабочие планы наверное вы про рабочие вряд ли кому-то интересны мои личные вот смотрите мы много чего на самом деле каких было новостей сегодня возможно это где-то прозвучало так контрапунктом да но опять же это не новация для рынка но это новация для x5 мы сказали о том что мы пойдем в агроконтракты в широком смысле когда нам важна программа нам нужен объем и гарантия этого объема на полке и какая-то правильно гарантированная цена на долгом периоде за это мы даем гарантии выборки этих объемов поставщикам давайте назовем это как долгосрочное планирование это не только в категории фрукты овощей нас не должно смущать слово агро да то есть это могут может быть и другая продукция вот вот я бы это все срезюмировал словом долгосрочное планирование не будем сейчас давать завышенных ожиданий что мы побежим по всем поставщикам в годовое трехлетние прочее но мы будем начинать эту работу она у нас пилотировалась пилотируется в этом году там больше десяти контрактов есть мы обкатались сам контракт получили уже какие-то риски поняли как с этим работать умеем платить авансы случае если нам нужен объем и так далее то есть у нас вот этого стопы вот а с точки зрения плана по перекрестку я считаю что нам нужно делать и мы обязательно сделаем точно сочи крутая команда как в коммерции так и в целом в торговой сети перекресток для того чтобы сделать следующий рывок вот в этой той самой дифференциации еще больше показать клиентам наши что есть тот ассортимент этот сервис за которым надо прийти в перекресток это прежде всего фрукты и овощи и не комодити до продукт не только продукта можно найти в других сетях а что-то особенное по доступной цене это без ровно ультра свежая продукция и мы будем что за это упираться в рыбу в охлажденную мы будем искать в каждой категории какие-то дифференцирующие товары и ставить их на полку тестировать и раскатывать случае успеха спасибо большое дмитрий и вообще супермаркетах действительно с отсутствием выбора персонала все сложнее работать давать то ценностное предложение сервиса который ранее вам было чуть легче давать вот но уверена что даваться это посильная задача я уверена что перекресток более интересном формате мы дальше будем продолжать видеть ну что x5 диалог продолжать свою работу изучайте наши материалы которые мы выпускаем по итогам работы на конференция и стройте планы в соответствии с тем о чем мы узнали на наших страничках всего доброго